Работа водителя Александра Бурденкова Тахограф ведет подсчет времени труда и отдыха. В случае необходимости напомнит, пора сделать паузу. И это немаловажно, ведь по статистике именно усталость водителя приводит к серьезным ДТП. Вторая задача прибора – скоростной режим. С его помощью без труда можно посмотреть, с какой скоростью передвигается транспорт. В котором все конкретно видно, во сколько водитель выехал, во сколько он отдыхал, сколько отдыхал, где останавливался. То есть вся информация о его поездке от и до, она имеется на этой распечатке. Мы контролируем, как контролирующий орган, и смотрим, сколько он работал. Больше, меньше. То есть, что человек уже понимает, если он больше будет работать, он будет наказан. Это также будет составлен административный протокол и, соответственно, наказание административное. Вот распечатка пошла. Сколько работал? Бурденков Александр Владимирович. Вы водительский имеете? Вы пивали, нет? Нет. Делать прокол в карточке водителя, конечно, сотрудники не будут. Но вот штраф за нарушение заплатить придется. На водителя от 1 тысячи рублей, на должностных лиц в 5 раз больше. А пока беседы. Формат интерактивный. Вопрос-ответ. Данная встреча у нас проводится на постоянной основе. То, что в них мы доводим до водителей, до руководства организации, значит, именно статистику, к примеру, как сегодня, вот, тахограф, да, что такое, как им пользоваться. Потому что, вот, как вы видели, появился ряд вопросов, да, потому что где-то технические вопросы, где-то вопрос уже, что вот они не пользуются, да, там, картами. Вот. Все это доводим, чтобы в дальнейшем у нас не было нарушений ПДД. Водителям Одинцовского ПТП сотрудники госавтоинспекции разъяснили, что законодатель обязал все пассажирские транспортные средства обеспечить тахографами. Сделать это необходимо до июня. Потом беседы закончатся. Ведь в ПДД нет такого пункта. Забыл. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.